Сегодняшняя тема Культ Иванова дня Культ Иванова дня, что это такое? Об этом я учил пару дней, не только здесь, в церкви Но были такие вопросы к людей Именно этот вопрос, который я только что задал Был такой вопрос, что такое культ Иванова дня? Почему постой говорит, что не надо участвовать в этом празднике? И вот что был за ответ, что же за культ Иванова дня? Первая заповедь, в которой в законе опять всем написано «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» Это первая заповедь, почему? Просто потому что это самое важное Он говорит «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из земли израильской Я источник благословений, источник плодоносий, вечный источник» И тебе не нужно из-за этого обращаться к другим личностям, к другим богам за благословениями или к каким-то людям Культ Иванова дня Что это такое? Мы вернемся в первую очередь Прошлое Посмотрим, Божья слава, откуда это все началось Действительно ли этот культ только в Латвии? Или все-таки это всемирное значение? И есть ли об этом в Библии? И ответ есть «Да» В исходе 23-25 написано ясно «Слушайте Господу Богу вашему И он благословит хлеб твой и воду твою и отращает вас за болезни Не будет временно вырождающих и бесплатных в земле твоей Число дней твоих сделаю полным Ужас мой, пошлю перед тобою и смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь И буду обращать к тебе, ты у всех врагов твоих У тебя с единственной причиной должно быть служение Богу И тогда Он благословит тебя Бог сам открыл, что Он источник всех благословений Плодоносный источник Источник размножения Там есть и здоровье Там есть и финансы, благополучие Туда входит также Служение, спешное служение И там хорошее состояние эмоциональное Там вечная жизнь, там свобода И Он источник жизни, вечной жизни И источник всяких видов благословений И евреям 6,14 Он говорит, благословляй, благословлю тебя, размножай, размножу тебя Скажи, Он – источник благословений. Скажи, Он – источник всех благословений. Источник всех благословений. Он – источник размножения. Скажи, Он – источник всех форм размножения и благословений. И Его имя – Иисус Христос. Он говорит, что ни Иоанн, ни Лига, ни Иван, ни Петр, ни какие-то праздники, ни какие-то идолы, ни какие-то люди, они не источник твоих благословений. Да, люди могут тебе помочь, но то, чем он хочет тебе помочь, это благодаря Богу. И у людей ограниченные возможности. И он сказал, не обращайтесь к другим богам, как только к нему. Римлянам 1.21.32 Павел говорит, что Но как они поздав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осветились и омрачились, несомысленно все называя себя мудрыми. И они перешли первую заповедь Божью волю. Поэтому 26-м стихе То и предал Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они сами начинали омрачать свое тело. Рассквернили. Они перешли заповеди Божью. Они обращались не к тем благословениям, которые Бог дает, а к идолам. И самое важное, что нам нужно знать, это то, что за культ Иванова дня. Это просто дефиниция. Это факт, что люди поклонение Богу променяют на идолопоклонство. Бога поклонения Иегова просит от себя ответственности. Знаешь, что происходит в Эдемском саду? Когда Ива брала от запрещенного и дала еще и мужа, то они оба впали в грех. И в немилости они размножались. И он говорит, она дала плод. А жена говорит, змея дала плод. И они каждый пытались перекинуть свою ответственность. Из-за того, что они впали в грех, люди перестали брать на себя ответственность за свои поступки, за свою жизнь. И поэтому так много брошенных детей, катастроф, потому что люди не отвечают за свои поступки. Они не хотят отвечать за свои поступки. Мужчины не хотят отвечать за то, что они участвовали в создании какого-то ребенка. В стране нужно заставить, реально, с помощью силы нужно заставить, чтобы мужчина платил алименты. Потому что сам он не чувствует ответственность за своих детей. Но когда нужно было делать это, то он не думал головой, думал другим местом. И не думаю, что это относится только к мужчину. Потому что это просто пример. Это произошло в Идемском саду. Люди перестали брать ответственность на себя. И вот Божье поклонение и служение Ему с обетованием, что Он будет богословять твое хлеб и воду. Он благословит тебя, Он будет обеспечивать тебя. И это просто тебе ответственность. Скажи, ответственность. В первую очередь перед Богом. Не перед человеком, но перед Богом. Перед Ним ответственность. Каждый момент, каждый свой шаг, думай, нравится ли это Богу. Ты действуешь так, как нравится Отцу. Это нормальный Дух Святой. Когда Дух Святой побуждает и открывает себя, что зло и что плохо, и ты за это будешь отвечать. И поэтому мы заключаем завет. Завет, когда женимся, заключаем завет один раз, один раз с одним человеком. И мужчина с женщиной, и женщина с мужчиной. И берут на себя полную ответственность. И вот поэтому такие серьезные правила. И поэтому я не женю всех подряд. Поэтому так происходит. Я хочу быть уверенна, что человек, который женится, что он будет действительно обратно на себя ответственность. Друг за друга брать ответственность еще и за детей. Скажи, ответственность. Боже поклонение. Люди меняют на поклонение идолам. Где они не берут на себя ответственность. А что они делают? Они просто исполняют какие-то ритуалы. Платят какие-то деньги. Какую-то сумму денег. Какое-то пожертвование. И конкретные ритуалы. Мы были в Вильнюсе в этот вторник с Арвисом и Линдой. Мы просто гуляли и вместе классно проводили время. И сколько там много церквей. Много церквей. Мы забирались на башню. А там так много церквей. И у Арвиса длинные ноги. Им бы так менялись Арвис впереди, потом сзади. И мы гуляли по церквям. Мы ходили по другим церквям. Гуляли по церквям. Красиво. Мы даже концерт слышали. Концерт слышали. И какой звук должен был быть. Идеальный звук. И поняли, что не от аппаратуры. Аппаратура не может перенести то живое и красивое. И там была красивая церковь. Мы зашли. Православная. И там было служение. У меня дочка руки в кармане. Происходит служитель. И дочка зашла руки в кармане. К нему подошел служитель. Говорит, ты чего? Ты же в храме. Вытаскивай руки. Она вытащила руки. И он сразу же тоже вытащил руки. И там была такая коробка. И у меня было такое странное ощущение. И там оказалось, что там три трупа. над ними издевались и гнались из-за того, что они верили в Иисуса Христа. И вот они поклонялись им. Я сам своими глазами видел. И мы это видели. Не надо говорить мне, что они не поклоняются идолам. Я видел. Видел. Они целовали и поклонялись им. И уже столетиями. И там уже эти были по разным местам. И сейчас они обратно домой пришли. Я думаю, что это их гордость. Эти кости. И никакой ответственности. Приходишь один раз в полгода, поцеловал, поцеловал, погулял. Что там еще надо было сделать? Я не знаю, если это порядок. Никакой ответственности. Живи дальше, как умеешь. И вот, как сами говорят, люди меняют поклонение Богу на поклонение похожих изображений. Поэтому Бог их бросил в их оскверненность, которую они сами начали. Которые они сами сделали из себя. Которые они сказали. Произвестия, Господь, сумасшедшим слепотой и цеплением сердца. Ты будешь в ощупь ходить в полдень, как слепой. Слушай, сегодня 22 июня. Ты знаешь, что это за день? Праздник Лейго. Не только праздник Лейго, но и оккупация фашизма в Латвии. Именно сегодня. Вторая мировая война в 1941 году началась до 2 июня. В Лепае и Венспеле появилась авиация с Германией. И латвийский народ празднует этот праздник. И что произошло хорошего в этот день? Но обычно дождь идет. Дождь идет. Дождь, как на Иванов день, обычно так и говорят. Коммунистическое приношение жертвы в этот день. Потом в день оккупации Советского Союза. Это все в один день. Разве это совпадение? Это Божье предупреждение, знамение или просто совпадение? Библия ясно говорит, что твои глаза будут смотреть. Будешь смотреть. А этого больше нету. Ты будешь только видеть, но не сможешь этого иметь. То, что это напоминание Бога. Потому что ты променял Бога на идолу. Бог не говорит, что Он даст тебе благословение, размножение и все хорошее. И при этом не брать на себя ответственность. Он говорит, что тебе надо брать на себя ответственность за это все. И тогда тебе будут благословения. И действительно, те люди, вокруг которых тебя будут, они будут действительно благословлены. Но те, которые поклоняются идолом, даже если они коротковременно получают благословение, потом мы явно видим, что происходит. Что сейчас с нашим народом? Что происходит? Наркоман, ны, алкоголизм, прелюбодея. У них у всех свой момент, сладкий момент. А прелюбодеяние – это сладкий момент, а потом проблема, потом проблема. И какие проблемы? Прочитаю Второзаконие 28. Второе царство 23. Сказал Бог Израилеву, говорил, а мне скала Израилеву, владычество над людьми будет праведен, владычество и страхи Божьим. Прочитающее слово «Балам» и «Ашерой». Отсаду я шоу варду – «Балс» и «Ашерой». Балс и «Ашерой». Ка аривисим, де беззвайзной пулки. Помню, будет про «Балла» и «Ашерой». Балс и «Ашерой». Это мужчина и женщина, идолы мужского и женского рода. Аустринь светниц, тихо напоститься. Тихо напоститься, светниц, которые были крупные «Бала», «Сауле», «Менеси». Балл, солнце, луна, звезды. И все идолы. Они изделяли нечистое помещение. Изделили колесницу сонса. Убрали все. Когда царь, второе царство, 16.4. И сказал царь Сиево тебе все, что умеет, и отвечал небо, поклонившись до притумил из-за глаза господина моего царя. Под деревом он приносил жертвы на каждом бугуру. В результате они не могут рассказать судьбу. В результате мне не нужно вам говорить о судьбе еврейского народа. Холокост, Вторая мировая война, геноцид. И чем мы отличаемся? Ничем. История продолжается. Значит, общее значение, что это такое? Корень мы нашли в прошлом, откуда он появился. В первую очередь, кто такой Валаам? Валаам и Ахат. Валаам и Аштат. Валаам – это размножение. Бога размножения. Все вещи. Просто размножение. Счастье и так далее. Это то, что Бог хочет дать тебе, но он в свою очередь ввестит ответственность. А этот идол просто говорит, приди, возьми ритуал, сделай, и будет благословение. Но потом будет у тебя последствия. Валаам и Аштат. У них в Ветхом Завете был прототип для Лига и Яниса. Об этом я немного попозже останавливаюсь. Это видение. Что общего? Букарки. Солнце. Колесница солнца. Деревья. И так далее. Если посмотреть исторические даты, то православные миссионеры оставляли какие-то новости о том, что они делали на нашу территорию. Они строили церковь в тех местах, где было место культа, где жертвовали людьми. Они уничтожили место, где жертвовали людей, где приносили жертвоприношения на территории Латвии. Там была история церкви. Они там строили церковь. Они там строили церковь. Это белая калина, от которых произошли литовцы. Это одно, они произошли, от Ноя и его трех сыновей. И они жили рядом с Вавилоном, где поклонялись Итлу. И там было зло. И тысячами в рабство брали. В Латвии есть такое место, гора Бикерник. И там был скелет, кости. Место нашли, где жертвовали конем. Не только людей, но и коней жертвовали. И не только. Это только некоторые новости, которые зафиксированы. Теперь Баал. Это в точности Господь, Бог размножения, плодоносия. И жертвовали людьми. Это было официальная религия в Израиле. Теперь подумай. Как чувствует себя пророк Илья? Он один остался. Фактически. Работающий, который реально работал и проповедовал Божье Слово. И что это означает? Вильзевул. Царь. Это имя сатаны. Царь. Значит, Ваал. Это сатана. Бог плодоносия. Дьявол всегда имитирует Бога. Уже в Идамском саду. Он убрал взор на Бога и сказал, что я тебя благоставлю. Тебе не нужно будет отвечать за свои действия. Ты сам можешь сказать, что хорошо, что плохо. И сам будешь говорить, что хорошо. И жить как хочешь. Но никакой ответственности я тебя благоставлю. И вот это Ваал. Первая цёра, 18-22. Первая цёра, 18-22. Венегаиста кунга праведеса отличается, но бала праведеса и 450 виру. Лукат, какая ситуация Израилов. Я приказал соуслугам своими. Скажи, что Давиду Тайну, что царь благоволит тебя, и все слуги его любят тебя. Латвия. И так будет, что царя. Кални и пакални. Я помню. Кални и пакални. Латвия есть горы и пакални. И что прозвешло с ними? Есть четыре разных ципа. Отрой. Крива кални, если бы сенлатвия пресару кални. Трешая вещь – ритуалов святвиц. Пакални даже... Четыре разных видов. Цимтас святвиц. Димене не гриба уставить свою крусту, когласу калку, когласу баву, когласу коку стабу, коку иедеисту, у Акмени узлеек. Он несет соус висок, а из тур капейсинь коглас, несет зеду, он слин соус свекса и лудет ауглением. Лудет ауглением. Я парадсия документов, кадры заёшь. Если я парадсия документов, вы интернете, что можно найти. Пастыр литеран и католический. Очень много новостей о том, что были разные столбы, где были эти идолы, разные капеллы. И они строили капеллы. И так они действовали, чтобы заменить это внимание людей на католического бога. Потому что ты сам знаешь, кто такой католический бог. Там тоже аж цета девушка, там бог и божья мать, все вместе. И тоже заменения. Новодкаунс, Латвия. Зелезкаунс, Трикатскаунс, Енькаунс, Саулскаунс. Разные горы в Латвии. Там не написано, где именно все они были эти горы. И очень многие ставили защиту на эти горы с помощью магии. И сейчас религиозной и неверующей земли больше нет. И до того, как она до сих пор такая. И они принесли свою белую религию своими священниками. У него очень много раз менялось имя, но это бог плодоносия. Лига и Янис. Платырские Лига и Янис. И вот старые божества Латвии. Юмис, Мара, Лайма. Католические праздники неверующих. И такие боги. И так далее. И один из них Иисус Христос. Да он хорошо, он тебе поможет. И вот такая ситуация. И они все точно объясняли все. Но я приду через это все, и ты сам поймешь, что общего с этим праздником. И только что мы об этом говорили. И вот что они сами говорят. Ребята? Кар парevьи ¿ 저�CT? У меня Videos – арIT В comentários. Ребята. Б�л目. Бахлbot. Белция. Б успев, бахл finans. Балтия тэви. Паррага. Балтия тэви, который полетит. Балтия тэви. Балтия тэви. Балтия тэви. Балтия тэви. Балтия тэви. Белая цвезнешта. Буквальна. Балтия тэви. 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 Но это были латышские священники из поколения в поколение. До сих пор сейчас есть люди, которые осознают, что они последователи этих священников. Так же само, как левит и так далее. И сейчас есть такие люди. И сейчас много разных лжевариаций, но их много. И очень мало с теми, с которыми пришлось сталкиваться, истинных таких последователей. Есть только с разными связанными формами магии и так далее. Причина празднования праздника Иванового дня. Не только латышский, но культ солнца, культ вала и культ солнца, вала. Празднование Иванового дня связано с... Проституцией связано. Были священники? Были. Солнце было? Было. Поколение солнцу было? Было. Празднование Иванового дня связано с нечистотой. И это замена того, что хочет дать Бог. Мы, народ, обменяли Божье поклонение с поклонением идолу. Какое время празднования Иванового дня? 21-22 июня. И каждый год астрономически это... Кульминация солнцеворота. Солнцестояние. Солнцестояние. Поклонение и солнцу. Самая короткая ночь. Самый длинный день. И все расцвете сил. Традиция магии. Поклонение идолам. Поклонение солнцу. Поклонение солнцу. Валу и Аштету. Кто такой Янис? На бумаге зарегистрирован в 1760-го года. И каждому перворожденному давали имя Янис. Почему? Потому что Янисов могли называть только святые мужчины, которые держались в народе. Это говорят сами люди, которые поклоняются идолам. И фактически будут дальше их слова. Я буду читать то, что они говорят в их книжках. Это их сами тексты. Каждый Янис может называть только самый святой. Значит, кто? Священник. Только священники. Которые в основном именем называли Янисом. Значит, Янис. В Индии это же поклонение богам называется. Латинь. Янус. Янус. Уславян Иоанн. Ян. Ян. Яна. Латышские национальные куплетики. О Янисе больше всего говорится об этих латышских песнях. Значит, это заместитель Иисуса, Иду, Янис, или по тексту Израилев, или контексте Ваал, а Бог плодоносия. Значит, это прототип Аштата. В Лигу значит, что будь благословен, пусть будет плодоносие. На самом деле, это были слова проклятия. Когда ты говоришь «Лигу», ты проклинаешь это проклятие. В Божьих глазах это проклятие. Ты этим именем Ваала, царем мух, ты проклинаешь. И что Библия говорит? Проклятие. Почему этот праздник, эту проповедь, неделю пораньше? Я уже записался на праздники к своим друзьям. Но ты праздновал бы этот день, если бы ты праздновал этой ночью, но завтра уже не будет. Это у нас просто выходные, и об этом позаботились. Католическая церковь, они перенесли этот день, и поэтому благословений нет. Но те, кто знают, правильно делают. Те, кто знают правильный день, они в другое время празднуют. Какие мы богаты, как мы умеем петь, что только мы не умеем, но какие только... Целых 2 миллиона у нас стало, выросли, вау. Скоро Русь перерастет. Лиго в переводе означает «пусть будет», «пусть случится». И, как я уже сказала, что это такое. Проходили сады с песнями Ивана Яниса. С разными ветками, чтобы были благословения в этих местах. Ивана Яниса говорит «приноси Богу, и тогда Он благословит твой хлеб и твою воду». Что такое зелень Яниса? И народное... Народное обличение. Собирают зелень. И, как говорится, все, он говорит «пусть будет». Только зелень сорванная в правильный день, только у нее есть сила. Завтра уже не будет Сегодня и завтра Уже нету сил Все, закончилось Можно много рассказывать Я сам лично много изучал Изучал эту тему И там очень много интересного Мне даже понравилось это все Интересно Потому что с вами Праздник Яниса Это есть положительная сторона То, что оставшиеся 2 миллиона людей Каких-то образом соединяет Объединяет что-то Есть невидимая сторона Я увидел тех людей Которые популяризируют Яниса Этот праздник Конечно, один народ Но какие последствия За какую цену Не все этого понимают Что такое Зелень Яниса Только до праздника Яниса Сорванная трава имеет силу Но Иисус говорит Я твой Господь, я твой врач Правильно? Нет Зелень Яниса Спасает тебя, исцеляет Во время солнцестояния Есть та сила, которая может Дать исцеление, размножение И убрать все зло Разукрашивание Зеленью Это дает благословение И дает силу Магическую Хочешь быть красивым Благословенным Тебе нужно один раз в год В правильный день Собрать травку Правильные травы И верить в это Винок Яниса Что это такое? Винок Что это такое? Из-за травы И цветов Защищает от несчастья И болезни Защищает От злого Потому что ушедших было много Винок делает круг Так же само, как сыр Яниса И огонь Яниса символизирует солнце Значит, сыр Яниса Это круг Означает солнце Винок от дупа Дает благословение Есть у тебя? Пчелы Все Янисы Обязательно нужно венок на голову У меня не записано, но реально Именно венок Яниса Именно от дуба Это жертвование Яниса Богу Жертвоприношение Ты понял Янис был священник И он нес Богу Как в Ветхом Завете Люди И там очень много чего Этот венок на рога Куда-то там нужно ставить Еще что-то Будет еще интереснее И веселее Смотри, что делают С венком из цветочков Все получили Венки нет Они все не работают Смотри Веночек из цветов Нужно оставить везде Перед собой За здоровье За красоту Для вечной жизни Для любви Для удачи Освободить от злова Отдать любящего И так далее Работа ритуала И нужно еще в воде Подержать Это означает Что ты посвящаешь Божье благополучие Чтобы Бог был Благоприятен к тебе Поэтому нужно положить Водичку Янису И он будет благоприятен к тебе Огонь Янису Что это такое? Очищает Дает здоровье И плодоносие Благословение Этот огонь Огонь В свете Яниса Побыли Люди Как В свете Все поля В свете костра Несет благословение Благословляются Не помню Откуда мы ехали Но мы видели Что действительно Земляки поставили Большое изделие Костер Чтобы осветить Все поле И так они в это верят И поэтому они ставят Повыше Чтобы этот свет Побольше Янису Ночь Нельзя Выйти в этот свет Не выйти в свет Нельзя уйти от освещения Этого костра Иначе благословения Не будет Если кто-то был болен Его несли К огню Яниса Знаете Как Петра Несли Вирус Всех Янисов Вытаскивают К огню К костру Чтобы осветить За Заден раз И огонь И огонь Это призыв И знак Бога Прыганье Через костер Это для того Чтобы очиститься От всего плохого Так что Если пара это делит То все Киртек На всю жизнь Месте будет Горячие колеса Спускали И они катились И папоротник Те кто найдет Они будут У них гарантированно Хорошее здоровье Только получше Цветок Магический цветок Который популярен в Латвии И у славян В ночь Яниса Папоротник расцветает И он исполняет все Что хочет человек Папоротника Есть сила И может исполнить Все желания Которые ты хочешь Кто найдет Его цветок Папоротника Вечером нужно Идти в лес И нарвать Папоротника И еще Отче наш Нужно Сидать И папоротником Нужно побить Себя И вокруг Себя Железной Палкой Нужно Начертить Круг максимально Большой И тогда Ты на всю жизнь Будешь счастлив Папоротник Сразу же Расцветает Вы же никогда Не видели Да? Но в один момент Хопс И расцвели Не было Теперь есть Нельзя Нельзя Разговаривать И смеяться И вокруг себя Нужно Восемь раз Начустить Круг И только Одному И тогда Он увидит Как расцветает Папоротник Метла Метла Восьмерка Вокруг Себя И потом Быстро К Папоротник И увидишь Как расцветает Папоротник И те, кто больше Пипит Те больше Могут видеть Исмертиба Лига шнявца Исмертиба 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 Вау Вис Дзимствийба Исмертиба Прилюбодзе Яньо В марте Намного больше детей Почему? Потому что Папоротник Расцветает Сегодня Папоротник Расцветает Потом Дети Поехали В марте Окей Сексуальная Валерия Яньо Теше Пескарас Не Петал Слабость Сексуальна Расцветает Дабас Энергия Капит Вау Сексуальная Расцветает Три пири Звердает Татя Текста Кат Метенес Кайлас Разные Разные Сексуальные Действия Они приносили Благословения Сексуальна Сексуальна Происходят вне брачные дети связи. Была это проституция в храме? Была. Когда папоротник взлетел, как это фаллый символ, сарится им цитут. И когда искали папоротник... Мара тоже участвовала в этом, она держала свечку. Если бы они увидели меня, они как бы меня ругали. Эти священники Вала... Но у Бога действительно Он создатель, у Него есть источник благословений. Бег голыми по полю. Если голыми отбегают все поля, то они лучше растут. Третий, Гиблия, за полю. Вау! Пасека-то нет. Не пасека-то нет. Еще что нужно делать. Ночью в Янисе нужно стоять голым между воротами. И тогда можно увидеть дьявола. И на данный момент практизированный коллективный бег голыми. Танцевание вокруг дуба. Если не спишь ночью, то хорошее здоровье и долгая любовь. Вхождение в баню. Это самое благословенное место, чем церковь. Благословение церкви в бане Янисо. И там были мужчины и женщины вместе. И только христиане пришли и разделили мужчин и женщин. И практически традиция идти в баню. Христианство принесло то, что в баню ходят мужчины и женщины отдельно. И когда ты держишь в баню, в баню нужно поздороваться. Привет, Баня. Привет, Баня. Я должна попросить баню очистить в благослове. Банька, Банька, пожалуйста, очисти мое сердечко. У меня столько парней там в сердце сохранилось. И сломали мое сердце. Соремонтируй, пожалуйста. И потом прыгай внутрь и парься. Еще купание голыми. Может, вода может быть серебряной и может очиститься. Даже от самого плохого греха. От всего. Очищен от грехов, благословен, богатый. Сколько богатая страна. Даже танк один купить не могут. Ива была недавно в Нидерландии. Там меньше, чем у нас страна. И там говорят, что все время фуры ездят. Полный фур вывозят фур и пустые привозят. 90% цветочного рынка в Нидерландии. И там другой рассказ и другая история этой страны. Мы очень богатая страна. Когда ты идешь плавать, не забудь обязательно факел взять. Потому что если ты уйдешь от этого огня, то ты не сможешь. Это будет без толка тогда. Все время, кто поедет на выходные церкви, нужно будет зажечь костер. И смотрите аккуратно, чтобы все время попадать около огня на этот свет. Если кто-то несет факел, все время иди около этого света. Иначе весь год будет неудачный. У меня жена предупреждала, что не нужно этого говорить, но я не смог выдержать. Я хотела поделиться своими новыми знаниями. Купание голыми, это интересно. Иоанна 11.25. Он говорит, я есть жизнь. Кто верит в меня, тот и живет. Кто воскрес? Где жизнь? Какое его имя? Иисус. Пастор, это самовнушение. Ты внушаешь им, что они сами в Боге. Но мы в Боге, который создал небеса и землю, и который отдал себя за тебя, чтобы вырвать тебя из смерти, из пропасти. И ты благословен, плодоносный и богатый. И воздай славу Богу. Я прочитаю про одного человека. Пункты, когда он шел в школу, он выработал себе 17 пунктов для своей жизни, для благополучной и счастливой жизни. Ты сможешь угадать, кто это? Кристина не знает. Кристина не знает. Можно угадывать. И он жил, он родился в 1732 году, умер в 1799 году. Первый принцип. Первый принцип. Всегда действуй осознанно в Божьем присутствии. Старайся угождать Богу во всех вещах. Второе. Старайся понять Божью волю, которая соответствует для всего, и старайся по ней жить. Третье. Старайся не думать, не делать дела, которые не нравятся Богу и не дают тебе никакого блага. И ты не будешь впадать в стыд. Но Бог всего мира, каждый день старайся, начинай и заканчивай. Чем? Молитвой. Во всем мире этого человека видели. Почти во всем мире. И в молитве все интересы временные и вечные. А дай Богу, каждый день читай Библию с усиленным вниманием, со всем сердцем и горячей молитвой. Старайся всей целью выполнить. Никогда не радуйся злому. Никогда не желай боль людям и животным. Седьмое. Старайся, чтобы счастье другим было всем. Восьмое. Будь всегда удовлетворен тем, что тебе есть. Девятое. Не относись плохо на тем, кто над тобой и под тобой. И не общайся ни с кем так, как ты не хотел бы, чтобы с тобой разговаривали. Пусть все твои высказывания будут отражаться истинам. Живи для Бога, для мира, для вечности. Для высших цен. Тринадцатая. Сравнение себя с Христом. Пусть это будет привычка для тебя. Насыщайся Богом. Открывай Его всеми своими делами. Не забывай, что автор всего этого хорошего – это Дух Святой. Постоянно ищи откровения в Его вождении. Все таланты отдай Ему. Жарко желай, чтобы Дух Святой открыл в тебя Христа. Шестнадцатая. Пусть твоя еда и питье – это будет исполнение Божьей воли в своей жизни. И держи Его заповеди. Все, что произошло, произойдет и уже происходит, прими как Божью. И пусть за все будет хвала, честь все Ему. Можешь угадать, кто это? Вот человек говорит о своей работе. Он рассказал об одном случае. И во детстве мальчик слюбил вишню. Я не смогу соврать, я это сделал. Кто это может быть? Идем ближе. У него зарплата была 2% от всего бюджета США. 2% от всего бюджета США была его зарплата. От его зарплата. Еще. Еще о нем. Он был верхоначальником военных действий. первый американский президент Джордж Вашингтон. Возьмите славу Богу. Вот источник плодоносия. Его имя Иисус Христос – Отец, Сын и Дух Святой. Вот американский источник благословения. Первый президент, самый первый президент. И вот его принципы жизни. Он был бесстрашный военачальник. Я иногда смотрю законы США. И там был сухой закон. И что он сделал? Он сразу же послал армию, чтобы все было в порядке. И вот я понимаю, нормальное христианство. Порядок в стране, правильно? Они переговоры. Переговоры будут так или так. Джордж Вашингтон. Он тот, кто фактически построил всю систему правительства. Он отделил власть правительства президента, судейство и парламент. И все это было независимо друг от друга. Была фактически коррупция почти невозможна. Сделал возможным. Невозможным. Через президента Конгресс и судейские силы. Латвии верят, что один раз в год растет папоротник. Расцветает. Я думаю, что каждый думал больше или меньше. Каждый думает о счастье, правильно? О вечной жизни. И по нашим традициям они думают и о цветении папоротника. Только один раз в году расцветает. Ты знаешь? Небесные врата открываются для каждого. В течение всей жизни. Небесные врата. И потом закрываются. Только один раз в году папоротник цветет. Похоже с небесами, которые открываются и принимают только столько времени, сколько ты живешь на земле. Небесные врата. И потом они закрываются. Поэтому не будет ли разумно в тот момент, когда тебя кто-то проповедует Евангелие? Открывать твои небесные врата, принять это. И войти в благополучие, в вечную жизнь. Стать новым творением Божьими детьми. Исайя 55,6 написано. Ищите Господа, пока Он найден. Призывайте Его, пока Он близко. Пока есть возможность. Потому что папоротник, нереальный папоротник растет. Не являющийся папоротник цветет один раз в год. Но открывается небесный врата в тот момент, когда ты слышишь Евангелие. Пока ты живешь. Пока ты живешь, все есть время. Потому что мы не знаем тот день, когда мы умрем. Ефесянам 5,5. Павел говорит. Ни одна нечистота, служитель, идола. Для него нет места в небесном царстве. Ни один неверующий. Для него нет места в небесном царстве. Будешь верить в Божье Слово, которое есть, в то Божье Слово, каким оно является. Иначе нет места в Божьем царстве. Пусть никто вас не сможет переубедить пустыми словами. Потому что непослушание детей приносит... Не дружитесь с неверующими. Живите, как дети света. И в одиннадцатом стихе. Не участвуйте в делах тьмы и неплодоносности. Но я твой свет. Не участвуйте в этих делах. Вы увидите дальше. Вы увидели прошлое этих праздников. В нашем случае у нас будет выходные. Завтра и послезавтра в нашей церкви. Иоанна 10.10. Воры приходят только, чтобы убить, погубить и своровать. Но в Иисусе ты будешь жить в жизни и в переполности. Но дьявол приходит, как вор ночью, чтобы убить и погубить. Но с Иисусом ты будешь жить в жизни и в полноценности. Можем встать? Покажи Вашингтону. Покажи Вашингтону. Где весь мир может видеть Вашингтону? На одном долларе. Отец американской нации. Есть ли тот, кто не знает лично Иисуса Христа? Если ты не знаешь лично Иисуса Христа, если ты не спасен. Если ты знаешь, если бы ты сегодня умер, ты попал бы в ад. Но если ты хочешь сейчас помириться с Богом. Впустить Духа Святого в свое сердце Иисуса. Стать Его последователем, чтобы это изменило твою жизнь. Чтобы это было благословением. Выйди вперед и мы вместе помолимся Богу, чтобы Он простил все твои грехи и вошел в твое сердце, дал тебе новую жизнь. Я две минуты буду ждать, и потом мы будем продолжать служение. ... ... ... ... Жизнь мил тебя. Он, который сэш, он сэш, он сэш, он сэш, он сэш. И это время, когда небеса ваза есть отверстики, и ты можешь уйти по теме. Ты можешь уйти по теме. И тогда я хочу посмотреть. Вы можете откартовать на меня. Можете паузы, окей? Шоуреет. Я логусь. Я помогу вам. Поехали, вы можете сделать мальчиками. Я вам так видеть, вы можете сделать это. И смотрите, логусь. Милей, добеси, девушки. Я не могу тебе. Логусь. Я тиху, что ты нахожу в землю. Идиотка. И сава света гарм. И шеет. Язу. Лудзу, Педод, Висус ману греку. Нас Ману сирдину. Esи ману зиму, Кунгс. Поздравляю тебе, Тебе, Стэвс. Ка шагу Бриду Ты имаои Мани. И ты, я не могу, что у тебя есть, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, Аминь. Виски зали, аплодистот тем, кто с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok